Брэндон и Кэти поженились 9 лет назад. Как и полагается на таком торжестве, было множество родственников, друзей молодых и прочих гостей. Каждый дарил что-то новой семье, сопровождая презент красивыми тостами и пожеланиями. Позже, разобравшись со всеми свадебными подарками, супруги наткнулись на одну коробку от тёти Элисон. На ней было написано «Вскрыть после первой ссоры». Влюблённые на пике эмоции вселенского счастья отложили коробку в сторону пообещав, что она им точно никогда не пригодится. Многие скажут «Да ну, хотите сказать, что они не ссорились все эти 9 лет? Ведь коробка-то цела». И будут правы, потому что за такое количество прожитой совместной жизни у них были тяжёлые времена. Настолько, что иногда даже шло к разводу, и коробка вот-вот должна была открыться в руках у супругов, но каждый раз их что-то останавливало. Они просили прощения друг у друга и клали обратно на шкаф пыльный бумажный коробок. Супруги позже в интервью говорили, подсознательно мы понимали, что открыть её значило признать поражение. Поэтому оба, имея упрямые характеры, не хотели сдаваться. «Подарок всегда разворачивал нас на 180 градусов, когда мы ссорились. Мы привыкли к нему настолько, что как только начиналась ссора, то наши взоры разом устремлялись наверх шкафа, где он располагался». И ругань сразу же сходила на нет. Тётя Элисон и её муж прожили вместе почти 50 лет, и поэтому, зная её пример, понимали, что в подарке заключена какая-то невообразимая мудрость семейной жизни. «Он спасал нас тогда, когда у нас силы иссякали». И как потом выяснилось, это был самый лучший приз в день свадьбы. Недавно Брэндона и Кэти пригласили на свадьбу друзья. Они решили сделать какой-нибудь необычный подарок, и поэтому решились открыть заветную коробку и посмотреть, что же там. Никакая ссора не предшествовала этому знаменательному событию. Внутри оказались пара бокалов, стеклянная ваза, набор для ванны и деньги. Также были два исписанных листочка, адресованных супругом поимённо. Для жены было такое послание «Кэти, закажи то, что вы оба любите поесть, и приготовь ванну для романтического вечера. С любовью, тётя Элисон». Для мужа письмо гласило «Брэндон, купи цветы и вино. С любовью, тётя Элисон». Кэти не смогла сдержать эмоций. Девять лет вместе, три переезда и подарок тётя Элисон всюду был с нами. Благодаря ему мы научились с Брэндоном уважать, понимать и любить друг друга. На момент распаковки лучшего свадебного подарка я начала понимать кое-что ещё. То, что секрет счастливого брака не в коробке, а внутри нас. Согласитесь, подарок необычный и мудрый. Какая-то бумажная незатейливая коробка много раз спасала семью от распада. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok